МОТОРАДИО Дневной сеанс или актеры Голливуда И в студии постоянный автор и ведущий Илья Либман Илья, добрый день Здравствуйте всем Как ваши дела? Ничего 15 градусов мороза Завелась машина Машина все-таки завелась Все-таки хорошая машина Да, машина хорошая Но аварий тоже бывает на дороге достаточно вообще Ну, наверное, один из самых таких неприятных, кошмарных Ну, не снов, а, господи, так Вот воображение, когда разыгрывается в плохом направлении То ты представляешь себя сломавшимся в такую погоду Где-нибудь на дороге посреди оживленной трассы Ты стоишь как дурак с этой мигалкой И машина там, не дай бог вообще Довольно ужасно И такое видишь ведь сейчас периодически Да, бывает, бывает И несчастные люди Ну ладно, хорошо еще, что здесь А представляете, если бы это было на далеком севере Пурга, кругом 500 А у тебя поломанная олень Вот именно, да Ну, будем считать, что мы отдали дань плохой погоде А почему ничего не спрашиваешь? А как в Америке в таком случае? А как в Америке в таком случае? Лучше не выезжать на дорогу в таком случае Когда в Америке выпадает снег Это стихийное бедность Во-первых, это снежный день Для многих предприятий, для всех школ Потому что ни одна страховая компания Не захочет везти автобус со школьниками Если на улицах гололед Это вообще ужасно Люди, которые первый раз выходят на снег В этом году, в этом сезоне И они, не дай бог, торопятся куда-то Они являются причиной для несчастных случаев на дороге Очень часто А страховые компании Как раз вот, они не хотят ни во что вписываться Они вписываются Они не могут не вписываться А можно застраховать себя любимого Например, от того, что ты упал и сломал ногу В Америке Есть какое-то страхование? Ну, конечно, скажем Если ты какой-нибудь бразилийц, футболист Какого-то такого разряда И слепки твоих ног стоят там во всех церквях Италии Да То он можно Не, можно, конечно Но это стоит сумасшедшие деньги Это стоит очень-очень дорого То есть снег для Соединенных Штатов Это не гуд, это не хорошо Это совсем ужасно Я помню, восхищался, по-моему, раз Или полураза тому назад Что в Петербурге было выведено 1130 механизмов Для очистки снега Да, в городе в одном Нью-Йорк, который по площади не меньше, чем Петербург Если там есть 60 механизмов На весь город И когда бывают снегопады, когда выпадает 15 сантиметров Ну вот эти страшные видео Это совершенно ужасные Безлюдные улицы Конечно, люди там ходят на лыжах По центральной улице Потому что там ее не метут никак Не убирают А добираться куда-то надо Люди на лыжах катаются Ну, это все-таки значительно реже, чем у нас Ну, конечно, это реже У нас тут как упал снег, так и жди марта Это, конечно, реже Ну, давайте мы к солнечному веселому актеру сегодняшнему Перейдем потихонечку Давайте к солнечному веселому Мы говорить сегодня будем Я говорить сегодня буду Про артиста Театр и кино Зовут его Джон Травольт Этим он и знаменит С самого начала Своей фамилией Своей замечательной фамилией Родился он В 1954 году В маленьком городке Энглвуд Который смотрит На Манхэттен Через речку Хадсон То есть он же жил от Манхэттена Очень и очень близко В принципе С Энглвуду видно Нью-Йорк Хотя сам Энглвуд находится в Нью-Джерси И у него было Сколько-то братьев и сестер Отец у него был футболист Мать у него была Какая-то артистка В школу он ходил не все время А время от времени Но очень рано стал заниматься танцами Причем он стал заниматься танцами Настолько Профессионально Я бы сказал да Что Примерно с возраста 12 лет Его приглашали В Манхэттен На Брадуэй Принимать участие В групповых танцах Для настоящих спектаклей То есть подтанцовка Да, он на подтанцовке Ну то есть Он танцевал танцы Рубил чечетку Очень хорошо танцевал И у него это было поставлено С самого-самого детства И вот когда В 77 году Вдруг кто-то увидел его Что у него такое Типичное Итальянское лицо С такой типичной Итальянской курчавой волосней Таким типичным Большим итальянским носом И сам он при этом 1 метр и 88 сантиметров И стройный как тополь И танцует Взяли и пригласили его сниматься В фильме Saturday Night Fever В великом Совершенно замечательный фильм То есть никто конечно Тогда не думал Что это получится Просто хотели сделать Такой фильм Полушуточный Полу нешуточный О том и прописать в нем Как живут итальянцы В Бруклине Вот такой насмешивый фильм Про молодежь И конечно там показывают Как молодежь проводит время Как молодежь пьет Как она занимается сексом Наркотики Как она не хочет работать Как она не хочет помогать В своих семьях В каких ужасных условиях Она живет И тем не менее Фильм этот имел Совершенно сумасшедший Отзыв Не только потому что Траволь-то вышел такой Играть самого себя Ему играть ничего не надо Ему просто играть Ничего не надо Он там встает Такой Лицо недовольное Идет Причесывается Сколько-то минут У зеркала Потом садится Со всей своей родней Пить и завтракать Пить чай И завтракать Потом идет Работать В магазин Который продает Инструмент Ему работает А постылило Совершенно Какого может Интересовать Работа По продажам Лотков Он работает Черт знает кем Но вечером У него есть момент Где можно оторваться Он ходит На танцы И у него там На него смотрят люди Как он танцует И очень скоро Будут соревнования И если Он со своей девушкой Выиграет соревнования То они получат Столько-то денег И может быть После того Как они выигрывают Соревнования Его пригласят Куда-то танцевать Короче говоря Весь этот фильм Построен Вот на таких Вот интригах Всякого рода Отношения Между мужчинами И женщинами Неправильные Что можно делать С женщиной В первый вечер Что нельзя делать И все это через Итальянское мышление В 50-е годы То есть Это выглядит Немного абсурдно Но интересно тоже Короче говоря Он снялся в этом фильме И сразу же после этого Надо же сделать Если так Как говорится Куй железо Пока горячо Вот это хорошая тема Взяли и построили Новый фильм Мюзикл Под названием Вазелин По-английски Freeze Бриолин Бриолин Да И конечно Этот фильм Совершенно замечательный Потому что там Хорошая музыка И играет Ведущую роль Оливия Ньютон Джон Она пела Замечательно Выглядела Замечательно И она с Травольтой Такая пара Они и поют И танцуют И опять полно людей Которые смотрят На них Успех Успех совершенно сумасшедший И вот такой вот Травольта Он был Как бы артист Но Очень-очень случайный В том плане Что он танцует Он танцует И драматические дела У него в принципе Не артистические А такая жизнь Какую он живет То есть В принципе ничего играть Не надо было Абсолютно Сам себя Он сам себя играет Вот такого пацана И при этом Он конечно Очень Сексапильный То есть Он красив Как бог Его волосы Такие Растрепаны Причесаны Я сейчас смотри На фотографии Википедии Такой отвратительный В бороде В какой-то мерзкой Да Это совершенно Другое время Мы другой Период Его жизни взяли Он потом стал таким Тогда он был Очень интересный Мужчиной И один фильм Который я помню Самый первый фильм Который я смотрел Это был фильм 81-го года Назывался он По-русски Прокол По-английски Назывался он Blow Up Это фильм Про то Как один молодой человек Фотограф Гулял ночью В парке В Бруклине С фотоаппаратом И он увидел Как произошло Убийство Этот фильм В общем-то Это как Своего рода Копия Такой Фильм Сделали англичане По-моему Режиссер Антониони Сделал Это очень Знаменитый Английский фильм Называется он Blow Out И там играют Очень знаменитый Артист И знаменитый Режиссер Он сыграл В этом фильме Никто его там В этом фильме Не заметил Но между тем Игра была Очень хороша Я просто Смотрел На это Что вот Как он Отлично сыграл Фотографа Как фотограф Выражает себя И вообще Как он знает Как надо Вести себя В Бруклине Ночью Чего бояться Чего не бояться Ну короче говоря Все таки Доминировало То что Он хороший Танцор И Его стали Приглашать На различные Фильмы Где нужно было Немного Танцевать Но таких танцев Вообще Таких фильмов Не так много Есть один Но мы о нем Поговорим Еще один Хороший фильм Который Я помню Так сказать Не по теме Которому он играл Он играл Ангела Михаила Святого Михаила Который любил Пожрать И любил Пободаться С настоящими Быками Но он В общем то Ему Приделали крылья И он все время Сидит И все время Кушает С большой Тарелки Большой Ложкой Ну он Играет Очень Очень Хорошо Драматическую Роль Ему нужно было За кого-то Заступаться И он Ангел Он вставал На защиту Кого-то Очень Хороший То есть Это Такая Полукомедия Полудрама И он Совершенно Замечательный Вот Ну потом Конечно У него Наступил Большой Упадок В его Творчестве Потому что В принципе То он Особенно Ничем Похвастаться Кроме Как танцев Не мог И вдруг Совершенно Неожиданно Его Тарантино Пригласил Сыграть В фильме Чтиво Палпфикшн Да Криминальное Чтиво Или по-простому Палпфикшн Но У него Особо Большого Энтузиазма Не было Потому что Во-первых Он думал Что Это Тарантино Он Снимет Еще Одних Каких-нибудь Псов Резервуарских Которые Ну Интересный Фильм Но только Для определенной Публики То есть Ну что Я там Пойду Играть С ними Там У него Убийцы У Тарантино Как собак Нерезных И он Меня Еще Приглашает Вот Но он Так Никогда Не подумал О том Что Вот этот Его Герой Который Он играл Гангстер Такой Он стал Вдруг Опять Очень знаменитым А также Познакомился С такой Замечательной Женщиной Как Умой Терман И они Прекрасно Танцевали Друг с другом И Тарантино Скал Что Не теряй Эту нить Иди дальше С ней Сниматься И он Чтобы не терять Эту нить Он пошел Дальше Сниматься И снялся В фильме Под названием Get Shorty Где он играет Гангстера Тоже Но такого Спокойного Гангстера Который Выбивает Деньги Из киношников Действие происходит В Голливуде Фильм Очень интересный Потому что Там играет Знаете Такой маленький Артист Небольшого роста Как же его зовут Девита Да Девита Девита Играет Там Главного Режиссера На которого Многие Гангстеры И не только Гангстеры Поставили деньги На его фильмы Да А фильм Он не знает Как снимать То есть Он не может Назад Деньги отдать И там В общем Рассказывается Вот этот Момент Как деньги Из одних Карманов Переходят В другие И вся Вот эта Гангстерская Малина Как В кинобизнес Вырываются Гангстерские Деньги Потому что Это такая Отмывка Идет И Травольта Джон Травольта Очень хорошо Играет Хорошо Играет Но он Такой Спокойный Человек Играет И все Получается Я помню Я получил Большое удовольствие От этого фильма Ну потому что Там снималось Много хорошего Народа Вот Потом Следующий Такой фильм В котором Он играл Очень здорово Это назывался Пароль Меч Рыба Там Где он Играет Агента ЦРУ Который Хочет Показать ЦРУ Что он Убит А на самом деле Взять Женщину И деньги И Свалить Куда-то Уехать Фильм Фильм Конечно Очень Такой Кровожадный И Но смотреть Его Интересно Вот такие Вот дела Происходят Стравольты В общем-то У него Конечно Когда Драматическая Роль То это Лучше Чтобы Это было Что-нибудь Связанное Со стрельбой Ну Брутально Да Он такой Брутальный Человек Он Со временем Перестал Носить Длинные Волосы Стал Стричь себя Коротко Не знаю Идет ему Это или не Идет Ну вот Он стрижет себя Коротко Он играет Например В фильме Без лица Там Они С Николасом Кейжем Меняются Жизненными ролями Один был Гангстером А другой Был Комиссаром Полиции А потом Их поменяли Телами И Один стал Спать с женой Другого И в общем Очень интересно Да У него это все Получается И потом Ну вот Последний Я смотрел С ним какой-то Гангстерский фильм Называется С любовью Из Парижа Он играет Тоже Такого Забойного Человека Ну В жизни У него Не все Так здорово Получается То есть Несмотря на то Что Он такой Очень Видный Мужчина И Каждый раз Когда он приходит На какое-нибудь Ток-шоу Все это Кончается тем Что его Приглашают Танцевать Достали уже Да И он всем Показывает Как надо Танцевать Снимает Снимает свои Ботинки Конечно Как всегда И показывает Всем На ток-шоу Берет Много-много Людей Как будто Он собирается Танцевать Сиртаки И начинает Учить всех Танцевать То есть Никакого Отказа Здесь нет Он совершенно В этом плане Люди Это любят Люди Это очень любят Он не запирается Никуда Он не отнекивается Все Как я вот Совсем недавно Смотрел Встречи Он с Оливией Ньютон-Джон Встретился Через много-много Лет После того Как они снялись В фильме Грис И она к нему Подходит Она-то певица До сих пор И она начинает Петь И когда ему Надо вступать Петь И он Вступает Петь Сразу Он берет Микрофон И поет Как ни в чем Не бывало То есть Как будто бы Он все Эти годы Пел Это совершенно Замечательная Черта У человека Он никогда Не встает На дыбы Другой момент Я смотрел Тоже совсем Недавно Он поехал Просто так С прогулкой В Индию И вдруг Среди Какого-то Индийского Шоу Какая-то Тетка Танцовщица Увидела его Показывает пальцем И говорит Иди-ка сюда На сцену Среди этих Индийцев С точками на лбу Он идет Как ни в чем Не бывало И начинает Танцевать с ними Их индийский Танец Который он Конечно До того Никогда не знал То есть У него Все это Так здорово Поставлено И подвешено Что он Настоящий Артист Ну Что сказать Про его Другую жизнь Он был Два Женат И обе Обе Его жены К сожалению Умерли От болезни У него Было Трое Детей И его 16-летний Сын Он умер От Эпилепсии Под названием Синдром Кавасаки Я думал Что Для этой Радиостанции Нужно Произнести Это Потому что Это Радиостанция Имеет отношение К мотоциклам Будет приятно Узнать Что есть Такой Синдром Есть Такой Синдром Оказывается Да У него Есть еще Дочка И сын И Важная Вещь В его Жизни Это Конечно Авиалюбительство Он Кстати Не первый Такой Ну Конечно Да Есть Другие Люди Но 737 Боинг По-моему Он Первый Получил Лайсенс И Мог водить Его Не просто Как любитель Он мог Водить Его Если бы захотел Как Как пилот Как пилот Да То есть У него настоящий Такой Лайсенс И он водил Этот самолет Который стоил Ему 70 миллионов Долларов И он Сделал На нем На 20 Миллионов Своих Прибамбасов Вот Такой Тюнинг Да Тюнинг Какие-то вещи Он там Для себя Сделал Но В 2017 Году Он Сдал Свои права На вождение Этого самолета Самолет Отдал В музей Авиации Где-то В Австралии Что там Внизу подписано Что этот самолет Водил Травольта А себе Он сделал Такой Маленький 137-й Боинг Десятиместный По-прежнему Да Поменьше Он по-прежнему Водит самолет И У меня такая Довольно безбедная жизнь Я пытался найти Какую-то литературу Про то Почему Откуда Все его богатство Потому что Он всего-навсего Снялся В 75 фильмах Ну вот вам и ответ Нет-нет-нет Среди этих фильмов Нету таких Которые бы сделали Сумасшедшие деньги И ему бы заплатили Как звезде Очень большие деньги Он У него выпущено 11 Альбомов Певческих И 27 Синглов То есть Вот эти все песни Которые скажем Из Грис Которые он исполнял Это его Это его имущество Это его Что называется Property Но кроме того Мне кажется Что Грис Вот эта вся постановка Это все принадлежит ему А здесь деньги Совершенно немеренные Потому что Когда идет что-то На Бродвее Ему присылают За это деньги В другом каком-то театре По штатам Или где-то еще Ему присылают Авторские Авторские деньги И это очень большие деньги И поэтому денег у него 250 миллионов Вполне Да Денег у него вполне И Ну Можно сказать Что он здоров А Его последний фильм Который я смотрел Мне поправить сказать Совсем не понравился Он играет человека Который Коллекционирует Подписи Знаменитостей И Это так выглядит Довольно абсурдно Потому что У него вроде как Психоз Он приходит на Различные вечеринки Всех расталкивает Чтобы ему там Взять какую-то Подпись у кого-то А этот человек Не пришел И он поднимает скандал Такая какая-то Такая вещь Для этого совершенно Не обязательно было Травольту задействовать И он такой Большой И полный Он Непонятно Как какой-то Медведь На задних Лапах Ходит И они С этими Подписями Я думаю Зачем Травольте Нужно было Делать это Потому что Тут Не показано Никакой силы Искусство Я не увидел Совершенно У него какой-то Несчастный человек Который Занимается Коллекционированием Вот и все Что я хотел Рассказать Про него Спасибо вам большое И На этом На сегодня С актерами Голливуда Все Это был Илья Либман В программе Актеры Голливуда За что ему Большое спасибо Естественно Большое пожалуйста Я просто думал Что пропустить Такого актера Голливуда Хотя сейчас Не самый его пик Просто невозможно То есть Когда он был В пике Он был Единственный человек На кого Смотрела Вся молодежь То есть Когда вышла Сатады Найт Фивер Это было что-то Культовый фильм Это был абсолютно Культовый фильм Люди смотрели По несколько раз Тогда не было Никаких видиков Тогда все Ходили в кино Там Платили Там 3 доллара Это стоило Дешевле намного Это было что-то Конечно Спасибо Актеры Голливуда Карьеры и судьбы На Моторадио Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok